Добрый вечер! 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 часть из них, по крайней мере, которые перевели в начале отрывка «и не обманывайте друг друга», то здесь, в 17 стихе, они переводят слова мудрецов, что здесь запрещен обман на словах. Тот обман в сфере имущества, а это обман на словах. Но обман он всегда на словах. Конечно, речь идет здесь не про обман на словах. А о чем же? Что имеется в виду? Посмотрим Раши. Раши здесь на месте пишет. Это предостережение, здесь есть запрет, не задевать чувства друг друга словами. Так мы это сегодня переведем. Он на ад дворим обижать, огорчать, раздражать, срамить. Иными словами, задевать чувства другого человека. Пусть никто не раздражает другого. Пусть никто не дает другому совет, который ему не полезен, но удобен и выгоден самому советчику. То есть, если человек приходит ко мне, хочет посоветоваться, он в долгах, у него много долгов, он не знает, может быть ему продать квартиру, чтобы расплатиться с долгами. А я как раз хочу купить квартиру в том районе, где у него есть квартира. Они говорят, да, ты знаешь, это замечательная идея, продать квартиру. Когда человек, если продать квартиру, он лишится последнего источника какого-нибудь дохода, и это будет им очень плохо. Но мне это, я в этом заинтересован, потому что я хочу купить его квартиру. Я тоже скажу ему, да, ты знаешь, кстати, я готов купить твою квартиру. Значит, этого делать нельзя. Это тоже входит в этот запрет. Ну, а если скажешь, кто знает мои истинные намерения, то тебе ответ будет такой, бойся Бога. То есть, того, кто знает мысли, того, кто знает, какое было у тебя истинное намерение. И обо всем, во всей Торе, говорит Раший, как только мы касаемся каких-то вопросов, которые отданы, переданы человеческому сердцу, отданы на ответственное сердце, то есть, те вещи, о которых никто, кроме самого человека, не знает, которые всегда, говоря об этих вопросах, прибавляют, бойся Бога, того, который знает все твои искровенные мысли. Итак, речь идет о запрете обижать людей, задевать их чувства. Проблема в том, что в Раше мы не находим конкретных примеров. Есть общее определение не обижать, не раздражать, а также не давать нехороший совет человеку, который ему не выгоден, а мне он выгоден. Вот, если мы обратимся к Талмуду, то там увидим, что мудрецы дают больше примеров, и вот на основе этих примеров попытаемся понять, о чем конкретно идет речь. Итак, это трактат Баумицы в Талмуде, в Мишне там сказано, запрещено спрашивать, когда Мишна разбирает запрет, он на ад дворин, запрещено спрашивать, сколько это стоит, если не собирается человек покупать. Значит, нельзя интересоваться ценой, когда кто-то продает свой какой-то товар, спросить у него, почем, если я не собираюсь покупать. То есть, это нельзя делать, и это входит вот в это понятие, он на ад дворин. Если человек Бааль-Чуба, то есть тот, кто изменил свой образ жизни и раскаялся в грехах, которые он совершал, нельзя сказать ему «вспомни-ка свои прежние поступки, свои прежние дела, свои подвиги». Если этот человек сын Герин, Геров-Празелитов, людей, которые приняли иудаизм, нельзя сказать ему «вспомни-ка своих родителей» или «вспомни-ка дела своих родителей». Как сказано в другом месте, «Гера, не обижай и не дави на него». Так нельзя напоминать Геру о его происхождении. Это Мишна. Гемар. Гемар сначала приводит Брайт, учили наши наставники, не обижайте друг друга. То, что сказано в 17-м стихе, не обижайте друг друга. Писание говорит здесь обобреть и обижать словами. Каким образом? Что конкретно имеется в виду? Если человек Бальчува, раскаившийся грешник, то нельзя напоминать ему о его прежних поступках. Если он сын Геров, то нельзя сказать ему «вспомни-ка дела своих родителей». Если он сам Гер и хочет учить Тору, то нельзя сказать ему «как это так?». Устами, которые еще недавно ели запрещенную пищу, всякий трифот, всякую падаль, всяких моллюсков, всякую прочую дрянь, вот этими устами ты собираешься учить Тору, которая дана из уст Всевышнего. Еще пример. Человеку, у которого настигли болезни или страдания, а также тому, кто похоронил, не дай Бог, своих детей, нельзя говорить то, что друзья Иова сказали ему. Что здесь имеется в виду? Одна из книг Танаха, книга Иова. Иова, в первой главе, которая рассказывается о том, как Всевышний поставил праведника Иова перед тяжелейшими испытаниями, когда у него сначала он лишился полностью имущества, затем погибли его дети, затем он сам заболел жуткими совершенно заболеваниями, вот так вот, лишившись всего, что на свете, когда жизнь его превратилась в ад, он начал задавать вопросы. Вопросы, которые обычно задает человек в такой ситуации. Почему? За что? Как это произошло с ним? Почему выпала на его долю такая трагедия? К нему приходят его друзья, которые сначала сидят рядом с ним, не говоря ни слова, когда взирают на тяжесть его страданий, а потом, наконец, понимая, что все-таки им надо что-то сказать, будучи людьми высоконравственными и глубокорелигиозными, тут же начинают ему объяснять прописные истины. И говорят ему, вот как то, что говорит ему первый из его друзей, или фаза таймонии, говорит ему, страх Божий – надежда твоя, то есть ты, старик Иов, должен укрепиться в страхе Божьем. И чистота пути твое – упование твое. Если есть на что уповать человеку, это только на его честность и чистоту. Вспомни, разве невинный погибает? Разве справедливые уничтожены были? Мими словами, если тебя постигли страдания, то ты, наверное, в этом виноват. Не может же быть так, чтобы Бог осудил на страдания безвинного человека? И тебе нужно осознаться в своих грехах, тебе нужно… Если ты сразу их не видишь, то поищи, подумай, займись самоанализом, наверняка найдешь что-нибудь. Вот поступать таким образом строго запрещается. Ни в коем случае нельзя так говорить человеку, который страдает, нельзя ни говорить, ни намекать ему, что он сам виноват в его страданиях. Что причиной тому его грехи. Если погонщики ослов спрашивают, где можно купить зерна, то ли им нужно накормить своих ослов, которые голодны, то ли они занимаются перевозками зерна, перепродажей. Они приехали в какое-то место, хотят купить оптом зерно, чтобы его перевезти куда-то. Не говори им, а идите к такому-то, он торгует зерном, когда о нем тебе известно, что он никогда вообще не торговал зерном. Ну, это такой милый розыгрыш. Послать людей к человеку, который вообще никогда зерном не торгует, они придут к нему, спросят его, есть ли у вас зерно, почем? Он говорит, нет, зерно, вы же с ума сошли. Что я вам торгую с зерном, что ли? Милый розыгрыш такой. Нельзя, запрещено. Рабью, да, говорит, нельзя даже интересоваться какой-либо покупкой, если нет денег на ее приобретение. Человек, зная, что кошелек у него пустой, а на счету в банке у него только минус, заходит в какой-то магазин, начинает интересоваться вещи, которые там продают, задают вопросы, а что она, эта штука, умеет, и какие у него качества. Если у него нет средств на то, чтобы купить это, нельзя это делать. Потому что все это передано сердцу человека, продолжает Талмуд, то есть об этом никто не знает, кроме самого человека. А обо всем, что отдано на ответственность человеческого сердца сказано, бойся своего Бога. Раша объясняет здесь, что означает предыдущее предложение, начинается слово «потому что это передано сердцу человека». Потому что это, значит, объясняется какая-то причина. А причина чего? Поясняет Раши вот эти слова, потому что они объясняют причину того, что здесь сказано. То есть то, что здесь в этом стихе сказано «бойся Бога» по поводу первого стиха из нашего отрывка, там, где записан запрет на обман в торговле, там не сказано «бойся Бога». Там достаточно, что человек боится других людей, если выяснится, что он продает по завышенной цене, то плохо ему будет. Перестанут у него покупать, а то, может быть, еще что-нибудь хуже случится. Но в этом случае сказано «бойся Бога». Почему? И на это Талмуд отвечает. А это потому, что в данном случае мы имеем дело в основном с намерениями человека. В том, что во всех подобных поступках, хороши они или плохи, может знать только сердце самого человека, только сам человек это знает. Ведь перед другими людьми он всегда может оправдаться, сказав, что намерения у него были самые лучшие. Например, вот в последнем случае про погонщиков, которые ищут зерно, он может сказать «а я-то думал, что ты действительно продаешь зерно, я просто, я на полном серьезе так думаю». А ты не продаешь? Извини, не оправдается. Или скажешь, что на самом деле он собирался приобретать ту вещь. После того, как он пришел в магазин и долго говорил с продавцом о том, какие свойства есть у этой вещи и кто ее производитель, какая за нее гарантия, как что. Потом говорит «ну, большое спасибо» и идет. «А что ж ты полчаса морочил голову?» Человек может сказать, я на самом деле собирался ее купить, только в последний момент меня остановило то, что оказалось, что гарантия мне не понравилась или еще что-то, или свет мне ее не очень понравился, или я решил выяснить в другом магазине, может быть, есть что-нибудь. Оправдаться всегда можно. И обо всех подобных случаях, в которых все передано только сердцу человека, и только он знает о том, хороши ли его поступки эти или плохи, обо всех этих вещах сказано «бойся Бога». Бога не обманешь. Других людей обманешь. Тут перед другими людьми не сможешь оправдаться. Перед Богом не будет. Продолжает Гимара, сказал Раби Йоханан со слов Раби Шибона Бар-Йохай. Обидеть человека словами – это намного хуже, чем причинить ему убыток в торговле. То есть, если у нас есть два этих случая, которые называются тем же самым словом – «онаа». В одном случае это причинение убытка при купле-продаже, а в другом случае это обида человека словами, причинение ему обиды, огорчения, унижения. Так вот, обидеть человека словами намного хуже, чем обидеть его в имущественной сфере, чем причинить ему убыток в торговле. Ведь здесь же сказано «бойся Бога», а там не сказано. Бойся Бога – это значит, что это куда более строгий запрет. И последствия будут более тяжелые. Раби Лезер говорит, значит, здесь есть другая причина. Почему хуже обидеть человека словами, чем нанести ему имущественный убыток? Здесь задевают самого человека, а там только его имущество. Имущество – это не он сам. Когда задевают самого человека, это куда больнее. Раби Шмуэль Барнахмани сказал, то можно вернуть, а это нельзя вернуть. Если кто-то продал человеку вещь по завышенной цене, в конечном итоге все можно исправить. Верни покупателю разницу в цене. Вот и все исправлено, и инцидент исчерпан. Но обиду, обиду можно вернуть. Если унизил человека, что ты ему можешь дать взамен? Можешь, конечно, извиниться, сказать, извините, я не хотел. Но обида нанесена. Вот это конкретные примеры, причисленные в Мишне и в Гемаре, которые входят в понятие «онаат двори». Прояснилось нам, что имеется в виду. Запреты, конкретные примеры в Талмуде приведены. Но вопрос у нас остается с термином. Тем же самым словом «онаа» называется «втори» в одном и том же отрывке. Называется первое – обман в торговле, причинение, убытка покупателю или продавцу. И тем же самым словом «онаа» называется вот такое вот нанесение обиды, оскорбления, унижения. Когда задевают чувства человека. Как это может быть? Одно и то же слово. И если упомянут одно и то же слово, то, наверное, должна быть какая-нибудь связь между этими понятиями, между обманом в торговле и между этими нанесением обиды. Ну, какой общезнаменательный? Давайте внимательно разбираться. Значит, в Мишне было проведено три примера. Первый – это напоминать Бальчува, раскаившемуся грешнику, о его прежней жизни. Второе – напоминать Геру его происхождение и образ жизни его предков. И интересоваться ценой вещи, спрашивать о цене, когда нет намерения купить эту вещь. Вот три примера, приведенные в Мишне. В Кимаре приводится Брайта. Брайта, который обычно расширяет и поясняет то, что сказано в Мишне. И там уже приводится шесть примеров. Значит, перечислим их. Первый – напомнить раскаившемуся грешнику о его прежнем образе жизни, о его прежних поступках. Напомнить Геру о его происхождении и о том, чем занимались его предки. Третий – это оскорбить Гера, который хочет учить Тору. Четвертый – сказать страдающему человеку, что причиной его страданий, наверное, являются его собственные грехи. Пятый – разыгрывать, устраивать такой розыгрыш – это то, что история с покупателями, когда людей, которые ищут зерно, отправляют к человеку, который никогда зерном не торговал. И, наконец, шестой – это проявлять интерес к покупке. Речь не идет про то, что спрашивает цену, но проявлять интерес к покупке, когда средств, может быть, когда хочется ее купить, но средств на ее приобретение нет. Вот шесть. Шесть примеров. Теперь, на основе вот этого отрывка в Гемаре, Рамбан в книге законов Яда Хазака приводит следующую Аллаху. В двух местах Рамба пишет с одной стороны в Яда Хазака, в книге законов, и в книге заповеди, в Сафирамитсвот. Сравним. В книге законов Яда Хазака Рамба пишет так. Каким образом? Каким образом нарушает этот запрет он от дворей? Если человек, раскаившись за грешник, нельзя сказать ему, вспомни свои прежние поступки. Если он с Ингеров, нельзя напомнить ему о его происхождении. Если он сам Гера хочет учить Тора, нельзя сказать ему, устами, которые ели запрещенные пить, что ты собираешься учить Тору, которая дана из уст Всевышнего. Человеку, у которого настигли болезни или страдания, либо тому, кто хоронит своих детей, нельзя сказать то, что сказали друзья Иова ему, что это его грехи. Если погонщики о слов спрашивают, где можно купить зерна, не говори им, идите к такому-то, он торгует зерном, когда о нем известно, что зерном он не торгует. И если обсуждается вопрос в какой-то области науки, мудрости, знания, то нельзя спрашивать человека в этой области не сведущего, а как твое мнение, а что ты думаешь по этому вопросу? Прежде всего, Рамбом здесь прибавил одну ситуацию, которая в Талмуде не упомянута. Когда человеку причиняют, когда стыд он, он может пережить смущение или стыд от того, что ему нечего здесь сказать, он в этой области не знает, что сказать, некомпетентен, не сведущий, задают ему такой вопрос. Кстати, в скобках. Это иногда случается в наших кругах. Человек, скажем, изучая какой-то вопрос, сталкивается с какой-то сложностью, углубляется в него, углубляется, углубляется, а потом подходит к какому-нибудь Равину и задает ему этот вопрос. Равин, не особо помнящий этот вопрос, не особо углублявшийся в него, так на основе понимания говорит ему, это можно или это нельзя. И тут человек начинает сыпать на него контр-вопросами и возражениями, которые он за последнюю неделю изучает этот вопрос, набрался. Понятно, что этому Равину он причиняет как минимум смущение, а может даже и срамит его тем самым. Это делать нельзя категорически. Категорически запрещается это делать. В таком случае, если человек хочет посоветоваться с Равином, он должен сказать, вот я в последнее время изучал такой-то вопрос и наткнулся на такую-то вот сложность. Равин уже знает, что перед ним человек компетентный в этом вопросе, он уже его изучал и разбирался в нем. А вот Рав может мне помочь в этом вопросе, тогда Равин, если знает, что он не очень компетентен в этом вопросе, он не станет ему говорить, а скажет, я посмотрю. Итак, Рамбом добавил дополнительную ситуацию к тому, что сказано в Талмуде. В Талмуде этот вопрос задавать, в Талмуде вот этот вот запрет задавать вопрос некомпетентному человеку из-за опасения срамить его не появляется. С другой стороны, Рамбом выкинул то, что было сказано в Талмуде, а именно проявлять интерес к покупке, когда нет денег, или спрашивать о цене товара, который не собираются покупать, Рамбом не привел. Почему? Талмуде это проведено, почему Рамбом это выпустил? Быть может, в качестве догадки, быть может, Рамбом считает, что проблема здесь, когда я, в чем проблема, в чем проблема того, что я задаю вопрос о цене, когда покупать не собираюсь? А почему я задаю этот вопрос, почему я интересуюсь ценой? Ну, во-первых, просто из любопытства, мне интересно, сколько стоит вот такая штука? Или, быть может, я в дальнейшем когда-нибудь ее собираюсь покупать? Или, что еще очень часто бывает, я делаю, изучаю рынок. Захожу в ряд, в ряд мест и спрашиваю в каждом месте, почем такая штука, чтобы выяснить, кто продает дешево. Кто? Но покупать сейчас не собираюсь. Или, например, я заранее решил покупать в каком-то месте, только я спорю с ним об условиях покупки и о цене, и я потом, я уже с ним договорюсь о покупке, а потом я приду к нему и скажу, что ты с меня требуешь 300, когда вот здесь вот на соседней улице дают за 280. Откуда я знаю, что там за 280? А я зашел, спросил, а почему у вас? А 280? Спасибо. Я побежал дальше торговаться. В чем проблема? Почему делать этого нельзя? Ну, во-первых, может быть вполне может быть ситуация, когда это принесет и материальный ущерб хозяину магазина. Например, он думал, что я потенциальный покупатель и сказал мне 280, хотя он сам-то хотел бы продать за 300. Мне он сказал 280, он думал, что я куплю. Я ему сказал спасибо и ушел. А тут стояли другие посетители магазина, услышали, что эту штуку он продает за 280, и сказали, о-о-о, 280, это я куплю. А он думал, за 300 продавать. Либо, может быть, другая ситуация, что он со мной разговаривал и попытался предложить мне, он сказал мне цену, я сказал спасибо, направился к выходу, а он, думая, что если он сейчас сделает скидку и снизит мне цену, то я, может быть, куплю, начинает со мной говорить, вместо того, чтобы он обслуживал других покупателей, которые хотели бы действительно купить что-то, вместо этого он тратит время зря попусту на меня, из этого ничего не выходит. А настоящие покупатели тем временем вообще могут уйти. быть может, если это причины, то, может быть, поэтому Рамбом и выпустил это, ибо он собирает вещи, в которых общий знаменатель другой. Это задеть чувства человека, причиняя ему обиду, оскорбление, унижение, смущение, конфуз и так далее. И тогда вот эти случаи с выяснением цен или с тем, что человек проявляет интерес к покупке, на которую у него нет денег, то сюда вряд ли это стоит включать. А вот когда Рамбом причисляет примеры вот этого запрета в книге заповедей, то там он пишет так, запрещено обижать друг друга речами, причиняя ближнему боль и унижая его. Вот он самый высказал здесь общий знаменатель. Слова речи, которые причиняют ближнему боль и унижают его. Перечисляет все, что было сказано до сих пор, бесполезную трату времени не упоминает, но в конце, то есть он не упоминает запрета спрашивать цену, если не собирается покупать. Извиняюсь, нет. Да, упоминает, и нельзя спрашивать у торговца, сколько стоит его товар, если мы не собираемся этот товар купить, да, а с другой стороны интересоваться покупкой вещью, когда нет на нее денег, чтобы ее купить, то есть она может быть действительно интересны, были бы деньги, я бы купил, но поскольку денег нет, то купить не могу, интересоваться, проявлять интерес к такой вещи, вот это Рамбом здесь не упомянуть. Как все-таки если в этом, если общий знаменатель это причинение боли, унижения, стыда, срама, конфуза, то почему это называется тем же самым словом, которым Тора называет обман в торговле? Может быть разберем более подробно того, чтобы подойти как-то к пониманию еще один случай, точнее один из этих случаев, которые упомянуты и в Талмуде, и у Рамбома. Так погонщики ослов спрашивают, не знаете, кто здесь, где можно здесь купить зерна? А человек упомянут, а вот идите к такому-то, конечно, у Рабиновича, у него и купить все зерна. Рабинович в жизни никогда зерном не торговал. Кого здесь обидели? Кто является объектом, шутки, объектом розыгрыша? если мы вернемся к объяснению Раши, как Раши объяснил, то Раши пишет так, что все подобного рода вещи это все только то, что сам человек, только сердце человека знает его, и перед другими людьми он может оправдаться всегда, сказав, например, что намерения были самые лучшие, например, а я думал, что ты продаешь зерно. Перед кем он оправдывается, как объясняет Раши? Перед тем самым Рабиновичем, которому он послал покупателей. То есть, когда Рабинович говорит, слушай, что такое, что ты ко мне посылаешь людей покупать зерно, я в жизни зерном не торговал, а человек говорит, да что, что ты говоришь? А я тут думал, ты торгуешь зерном. Ой, извини, я ошибся, я не знал. Значит, объектом шутки является здесь мнимый продавец, который на самом деле не продавец. Что ему причиняется? Какая здесь обида? Ну, наверное, человек чувствует себя немножко странно. Представьте себе, что вы продавец в аптеке, вы содержите аптеку, и к вам заходит человек и спрашивает, скажите, а можно ли у вас купить 60-миллиметровые гвозди? Есть у вас. Есть аптека. Немножко дурацкая ситуация. Но Кесов Мишный, это комментарий по Биосефко Ро к Рамбому, он пишет так. Можно, конечно, объяснить, что он хотел посмеяться над тем человеком, которого он послал погонщиков ослов, сказав, что он торгует зерном, хотя на самом деле он никогда зерном не торговал. И так действительно поясняет Раши. Однако можно пояснить и по-другому. Он хотел озрамить погонщиков ослов, когда они спросят того человека, попросят его продать им зерна, а то он скажет, что он торговит зерном, вы же с ума сошли, что он просит у меня зерна. А действительно, они будут чувствовать себя полнейшими идиотами, что они пришли к человеку, который никогда зерном не торговал и просит его продать им зерна. тот, кто устраивает этот розыгрыш, на чем он играет? Розыгрыш, на чем он играет? Он играет на наивности людей, на том, что они ему по наивности доверяют, и на том, что они, очевидно, речь идет о людях, которые находятся в чужом городе, они не знают, кто здесь торгует, у них нет информации. Вот это, наверное, будет ключом к пониманию, если мы теперь только посмотрим, как объясняет все здесь Лавшимшин Рифоэль Ирш. И не задевайте чувства друг друга, но бойся своего Бога, потому что я ваш Бог. Это предупреждение адресовано всем представителям народа. Они не должны огорчать друг друга, и каждый представитель народа должен бояться Бога и помнить, что глаза и уши Бога направлены на каждого, и что Он в равной мере Бог, не только Его, но и всех Его брать. И здесь Раввирш обращает наше внимание на то, что эти законы даны сразу после того, как Тора объяснила законы Шмиты седьмого субботнего года, в который запрещаются все земледельческие работы, и юбилея, юбилейного 50-го года, в который не только запрещаются земледельческие работы, но и все проданные семейные наделы земли, все возвращаются их первым владельцам. Оба запрета демонстрируют, что земля Израиля, в которой живет еврейский народ, принадлежит не ему, а принадлежит Всевышнему. Это его земля, а мы на этой земле только арендаторы. Поэтому, для того, чтобы помнить здесь о его власти, каждый седьмой год бросаем плуг, перестаем разделывать землю, то, что выросло на ней, становится бесхозным имуществом, а каждый 50-й год не только запрещаются земледельческие работы, но и возвращаются все купленные земли. Вот это, какая связь здесь? Почему сразу после законов о Шмитее и Йовель сразу после этого идет запрет огорчать друг друга, запрет задевать чувства друг друга? Вот это вот понимание того, что Всевышний, Он Бог всех, не только меня, но и всех братьев, и он, и глаз его, и глаз и уши его направлены на каждого человека и на их отношения, это понимание самый непосредственный эффект заповеди Шмиты и Йовеля на общинную жизнь людей, живущих вместе в стране. Каким образом? Шмита и Йовель вводят понятие Бога во всю деловую жизнь человека. И чтобы не жил человек так, что Бог – это вопрос религий, Бога, как оно сказано там, Богу Богово, Кесарю Кесарево, Бог – это пойти в храм, помолиться Ему, жертву Ему принести и еще что-нибудь, а жизнь остальная, она протекает по другим понятиям и корректируется другими ценностями. Шмита и Йовель должны сломать такой образ жизни и ввести понятие Бога во всю деловую жизнь человека. Пашин тоже в соответствии с тем пониманием, что Бог – хозяин этой земли. Снимаем урожай тоже в соответствии с пониманием, что Бог – хозяин этой земли. Распределяем урожай точно так же, и обмениваемся тоже. И проясняют, Шмита и Йовель проясняют тот факт, что люди живут, работают вместе на одной Божьей земле, земле, которая принадлежит Богу, в одной стране, которая принадлежит Богу, где Бог является хозяином и владельцем всей собственности. И где, осуществляя свои права собственности, это он – хозяин этой земли, он здесь собственник, нас он сюда пустил, как арендаторов максимум. Но, будучи собственником, ожидает от нас, чтобы его власть ощущалась во всей нашей хозяйственной деятельности. Вот эта мысль, если Шмита и Йовель утвердили у нас вот эту мысль, то эта мысль порождает следующую. Мысль, которые сестры-близнецы. Мысль о том, что око Всевышнего раскрыто на все отношения людей друг с другом. Не только на взаимоотношения человека с его землей, с полем, на котором он работает, с плодами поля, с урожаем которым, но и в отношениях между людьми. Бог присутствует не только в храме, но и среди своего народа, благословляя его коммерческую деятельность, но только при одном условии, что она, эта коммерческая деятельность, приносит процветание всем, а не так, чтобы один за счет другого. Благословение будет обусловлено тем, чтобы никто не обижал другого, не задевал его чувств, чтобы никто не использовал свое положение для того, чтобы обижать другого. Потому что благословение не будет пребывать, пока основная истина всех истин, я, ваш Бог, со всеми вытекающими из него последствиями, не реализуется в жизни, как каждого отдельно взятого человека, так и всего народа в целом. Равиш понимает, что в двух этих запретах обман в торговле и запрет на обиду человека словами мы имеем дело с одним и тем же явлением, а именно с использованием человека слабостей другого человека. Вот почему оба явления называются одним словом, ибо у них общий корень. Этот корень использования своего положения с одной стороны и слабости другого человека с другой стороны. Когда... Что такое обман в торговле? Когда покупатель когда покупатель покупает какой-то товар по заниженной цене. Он здесь использует неосведомленность продавца. Отсутствие у того достаточной информации. Как это бывает, когда какой-нибудь торговец-скупщик покупает какую-то вещь у человека, который коммерции не понимает. Продавец, который завышает цену товара, он использует то, что покупатель, наивность покупателя, который не сведущ в торговле, не разбирается в ценах. Ему поднимается эта цена. Или еще ему объясняется, что это первый сорт, это, знаешь, какая-то фирма, это самая фирмовая фирма. Это тебе не просто какой-то, поэтому это дороже. Он не понимает, знает, кто не разбирается в этом. Использование слабости, неосведомленности другого человека в своих интересах. Это один пример. Теперь, примеры, которые приводят дальше Талмуд, как «Онаат», «Онаат дворим», в отсутствие «От, «Онаат Мамон», об убытке имущественном, что там приводится. Ну, вот тот самый случай с погонщиками. Погонщики ослов, прибыли, они в другом городе. Они не знают, им нужно зерно, под зарез. Не знают они здесь, кто торгует зерно. И в своем доверии обращаются к человеку, надеясь, что он им даст хороший совет. Человек для того, чтобы посмеяться в своих интересах, чтобы посмеяться, использует их наивность, их доверчивость, их неосведомленность и посылает их к другому человеку, который вообще никогда зерном не торговал, разыграл. Да, они тебе придут, почувствуют себя идиотами. Смешно, правда? Это юмор такой. Это жестокий торгладицкий юмор. В основе юмора многих людей, которые любят подобные роды шутки, лежит это ощущение того, что человек смеется, когда другому плохо, когда другой попал в проса, когда другой сконфузился, когда другой осрамился. Вот это же смешно. Вот это шутка, вот это. Это запрещает Тора. Почему это называется «она» тем же самым словом? По объяснению Равирша, именно потому, что здесь используется слабости другого человека, неосведомленность его, его доверчивость, его наивность. Большого! Ему напоминается его прежняя жизнь. Вспомни свои подвиги еще человеку, у которого есть недостаток. Он большого. У него не самое симпатичное прошлое, которого он стыдится. это его слабость, это его недостаток. Используется этот недостаток для того, чтобы его унизить, оскорбить, поставить на место, некоторые это назовут. Делаешь замечание. А ты-то сам вспомни, кем ты был всего лишь год тому назад. Вспомни свои подвиги. Или Гер. У него есть проблема с происхождением. Он не играет по происхождению. Он этого стесняется. Человек, который напоминает ему, тем самым унижает его. Он использует вот ту слабость, которая есть у Гера. Его незащищенность в этом плане. Для того, чтобы его унилить. Тору пришел учить. А ты вспомни, устами, которыми ты еще вчера ел свинину, ты собираешься Тору учить. А Тору это... Снова используется незащищенность человека. Именно так объясняет Сефер Ахинух книга о заповедях, что под этот запрет попадают такие речи, которые приносят, наносят человеку, причиняют ему боль. И у человека нет сил сопротивляться, нет ему нечем ответить. Даже на уровне на себя посмотри, этого тоже здесь нельзя сказать. Вот в этом плане именно это это вот эти поступки, в которых человек обижает беззащитных людей, используя их слабость, используя их недостатки, их слабости, вот все это вместе и называется онат дворим. Все это вместе, Тору и запрещается строго, и поскольку только человек сам знает в действительности ли он намеревался здесь делать гадость или нет, Тору подчеркивает и бойся Бога. В соответствии с этим стараемся понять по поводу расспросов о цене товара. Мы видели, что в одном месте Рамбом выпустил этот запрет, спрашивать о цене товара в ядах Азака. А в Сефира Митсвот, в книге заповеди он его упомянул. Есть две стороны. С одной стороны, мы говорили, если речь идет здесь о пустой трате времени, то просто заморочил голову продавцу, потратил его время зря, и когда он уходит, такой человек, спросив цену, продавец чувствует, что зря потратил время на бесполезный разговор. Но есть же другая сторона, а именно, когда человек, если я продавец, если я хозяин магазина, точнее, и человек заходит ко мне и спрашивает, а сколько вот эта вещь стоит, у меня появляется надежда, что он ее купит. А когда человек, услышав цену, говорит спасибо, рубим про человека учтивого, воспитанного, говорит спасибо, раскладивается и уходит, то хозяин магазина испытывает разочарование. Конечно же, это не такая боль в сердце, как у раскаившегося грешника, который напоминает его прежнюю жизнь. Или не такое смущение, как у гера, которому напоминают его происхождение. И все-таки есть здесь укол в сердце. Есть здесь использование слабости человека. Какова слабость человека? Хозяин магазина, у него слабая позиция, потому что он хочет, чтобы люди у него покупали. И он хочет идти им навстречу, и он хочет рассказать им про цену, и сказать им, что это самый лучший товар за самую лучшую цель. Зря бы ушел. А вот что касается проявления интереса к товару, который нет возможности купить, вот его рамбом совсем выпустил, не упомянул, скорее всего потому, что запретить это здесь нельзя, ведь человек на самом деле ему интересен этот товар, только что денег у него нет. Был такой старый анекдот, очень-очень старый еще, что Рабинович, почему вы не покупаете машину? Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, уже неинтересно, поскольку нет денег, то остальные причины нерелевантны. Но если человек на самом деле интересуется этой вещью, она ему интересна, не только то, что его денег его останавливает, то нельзя это ему запретить. Поэтому рамбом не упомянул этот пример. Так, наверное, следует объяснить. Таковы общие положения запрета, который называется «онаат дворим», то есть запрет обижать человека словами, запрет задевать его чувства, это более точная формулировка, а о конкретных законах и о значении этого запрета мы, пожалуй, продолжим на следующем логике. Спасибо. Поехали. Поехали. Продолжение следует...